Подводим итоги матча Ангелор Дисперадос, победа в Крылатах со счетом 3-2, Артем Зимарин, Николай Мазипин. Артем, поздравляю с победой, но, конечно, в консочке повезло вам, я думал, все закончится у вас классическим, да, вот уже история, когда вы там ведете в 2-3 мяча и закончится все ничьей, но удалось, удалось отстоять, давай твои первые эмоции. Слушай, ну эмоции только положительные, обыграть довольно-таки хорошую команду, с хорошим подбором футболистов, в очень напряженном матче, учитывая то, что команда соперника вчера выиграла лидера дивизиона, это первое поражение у Питера, по-моему, было, это дорогого стоит, как бы, и на ребят сегодня настроились, ну, сам видел настрой на поле, и доиграли до последнего. По поводу, да, концовочку удержали, но, как капитан говорил, будем работать над этим, как видишь, работаем. Николай, ну, ты, видимо, вчера пропил все конспекты, ребята много моментов расстранжилили, не объяснили нам, как забивать, должны были, ну, как минимум, да, должна была быть ничья, в конце было очень много моментов, загубили, не хватило силы эмоций после Питера? Да здесь, в таких играх, блин, на самом деле, столько положительных слов сказал оппонент, то, что даже гадости говорить не хочет, на самом деле, а заготовок было очень много. Ну, что сказать, что сказать, здесь эмоции не должны были, мы должны были футбольно обыгрывать эту команду, потому что, не в обиду сказано, как бы, ну, даже без половины основного состава сегодня на этой игре, класс игроков позволял, как бы, эту команду, как минимум, играть в ничью. Что здесь говорить, мы сами виноваты, мы сами себе проиграли, парни молодцы, как бы, я даже, честно говоря, даже не помню, как бы, когда-то было время, когда и мы вот сидели в таких окопах и отбивались, вжавшись, как бы, во вратарскую. Ну, вот, сегодня ребята молодцы, защитили, поздравляю с победой, они молодцы. Ну, вот так, какой контраст получается, действительно, обыграли вчера лидера премьер-лиги, Юписер, у которого не было ни одного поражения, сегодня проиграли команде, борющуюся за выживание, какие-то есть тут моменты в области морали? Да вообще нет, нифига, в смысле, морали в плане того, что мы были готовы сегодня, да нет, а что здесь говорить, ты открой вчерашнюю заявку и сегодняшнюю, три коллеги на поле с травмами, Черин без руки, Даня без ноги, я без голеностопа, у китайца наш подбитый вчера на матче с Питером, там все ноги перехерачили нам, на замене стоит Динар, Как обыгрывать, какая разница была Ангелор, кто там еще ниже есть команда, кто сегодня был на поле, ты с таким подбором игроков, с полсоставом перебитых, какой будет результат? Давай будем объективности ради сказать, что у Ангелора тоже были проблемы с людьми, всего две замены, и тоже Андрей Смаков жаловался. Я так понимаю, ты вчера, наверное, до утра заливал горе от поражения Манчестер-Сити? Да куда я заливал, я семейный человек, у меня дети, у меня двое детей, у меня детишки дома ждут, когда папа приедет, они тоже футбол смотрели, там расстроились, конечно. В смысле... А сколько папа приехал-то домой? После футбола сразу на такси сел, ты приехал. Я тебе говорю, как бы, в смысле подбор игроков? Нету Зорина, нету Воротова, нету Обезьяны, нету Пащенко. А где Смайл? Смайл, ты анонсировал вчера в интервью, Смайл будет, где он? Слушай, был бы Смайл, мы вообще могли на поле не выходить, как бы, что здесь говорить, как бы. Я не знаю, что еще сказать, мы приехали бы вчерашним составом, я не побоюсь этого слова, мы бы выиграли бы. Ладно, мы приехали бы вчерашним составом. Николай, рассказчик, не слушаем его. У меня к тебе такой вопрос, Андрей спрашивал, тебе такой взгляд чуть-чуть со стороны, да? Ангелор очень хорошо смотрится по весне, я так понимаю, одно поражение, если мне память не изменяет, да? От ветеранов. Три ничьих, остальные победы. Как ты считаешь, да, там, такой болельщик, скажем так, да, твой статус, наверное, в этой команде? Удастся ли Ангелору сохранить прописку? Ну, начиная с конца первого круга, я ребятам пытаюсь донести эту мысль, что, ну, этот, как говорят в Англии, в таких случаях, великий побег, the great escape, ну, что он неизбежен. То есть они, если будут продолжать играть, ребята, в тот же самый футбол, в который играют, который мы ставили на протяжении всей зимы, наработки все эти, да, которые во втором круге показывают, я им и на протяжении всей зимы, и на протяжении второго круга, там, когда меня нет здесь на поле, я всегда там в текстовой трансляции напишу, что the great escape неизбежен. Ну, я считаю, мы выберем сезону вылета по итогу этого чемпионата и останемся в премьер-лиге. Даже несмотря, да, на вот эти осечки, когда вы вели с Бродвеем 3-0, когда вели с Креативом 2-0, когда они забили пенальти на последней минуте с Невским, потому что вообще потенциально, да, еще там какое-то количество очков. После игры то, что если бы не вот эти три ничьи, вот, вели с Креативом 2-0, ничья 2-2, вели с Бродвеем 3-0, ничья 3-3 и с Невским 0-0 и в конце. Кстати, могли бы, если бы эти не три ничьи, а три победы, уже бы Деспирадос, наверное, вторый цепь обошли? Ну, Деспирадос вряд ли бы обошли, у них там по очкам чуть побольше. Мы, я думаю, где-то сейчас, ну, обошли Барабону точно, были бы на 10-м или на 9-м месте с Мэдом, где-то там рядом. Давайте. Нет, 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 спроси этот вопрос. Николай, как ты считаешь, кто закончит премьер-лигу выше, Деспирадос или Ангелор? Это, знаешь, это как вопрос из степени, которой не надо отвечать. А я тебе могу сказать одно, то, что мы уже с Делином договорились, я уже Петя и Делину сказал, что, как бы, когда они вылетят, мы их обратно к себе заберем, потому что нам нужен второй вратарь. А я тебе не скажу, во-первых, что они мне ответили. И, опять же, если ты, не знаю, там, фанат, там, руководитель команды, пускай Ангелор, когда хочет каких-то игроков к себе, там, предлагать, куда-то переходить, пускай общается со мной, а не с кем-то там, с ним лично, потому что так дела не делаются, это первое. А второе, как бы, ну, с такой игрой, как демонстрирует эта команда, как бы, там, ну, не вылетит в этом году, вылетит в следующем, как бы, потому что если бы не было этого Феникса, которого, к сожалению, потенциального вылетающей команды, как бы, там, ну, СБР с такими профессионалами, как бы, которых и нам, и вам еще поискать надо, они бы, как бы, приезжали бы нормально, они бы там хорошие места бы занимали. Ну, на этой ноте мы отправляем Николая Буку Мазепина на месячный отпуск, желаем ему хорошо отдохнуть, заканчиваем студию. Спасибо.